Добрый день! Сегодня среда и в нашем эфире программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Давно мы добирались до этой темы. Это, надо сказать, излюбленная тема наша с Олегом. Сразу представимся. Олег Прохоренко, Светлана Занько. Мы будем говорить на тему, уместно ли в городе деревянное домостроение. Назвали мы ее так, деревянный город, прошлое или будущее. Да, совершенно верно. И мы пригласили в студию Николая Юферева, генерального директора компании «Хольцхаус». Николай, добрый день. Здравствуйте. Будем сегодня связываться с Олегом Понятковым, генеральным директором Ассоциации деревянного домостроения. Это федеральная российская ассоциация, где-то в середине часа. Ну, а, собственно говоря, почему мы взяли сегодня эту тему? Потому что на прошедшей программе «Урбан» обсуждался вопрос изменения облика и максимально функционального использования центра больших городов. В нашем эфире с нами был урбанист и проектировщик Илья Заливухин, который принимал участие в минувшем урбанистическом форуме. Вот что он сказал про центр. Сейчас у нас звукорежиссер подготовит это включение. Но в целом надо сказать, что Илья Заливухин говорил о том, что прежде чем экспансивно развивать городское домостроение, то есть увеличивать площадь городов за счет новых микрорайонов многоэтажных в чистом поле, неплохо бы посмотреть на город другим взглядом, на его центр другим взглядом, принять правильные планировочные решения, увеличить объемы не только жилого, но и офисного строительства, в том числе, например, и за счет деревянных конструкций. Не готовы мы еще? Немножко тогда добавлю о том, что есть примеры чудесные в нашей стране, когда центр города как раз с точки зрения деревянного домостроения благоустраивается и как-то прибирается. В частности, это город Томск чудесный, где я удивился, там деревянные дома старинные передаются в пользование частным структурам. И вместо того, чтобы их сносить и строить на их месте многоэтажки бесконечные, там приняли решение, что нам нужно отреставрировать, мы для этого эти дома передаем бизнесу, и бизнес восстанавливает, реконструирует и делает современные, но старинные деревянные дома. Это другая история, Олег. Это немножко другая история, но это тоже касается облика города с точки зрения деревянного зодчества. Есть такое. Мы делали такую программу в Урбане, когда приводили пример Иркутска, где целый микрорайон был преобразован благодаря таким технологиям. Оттолкнулись мы тогда от приезда питерского архитектора-проектировщика из Ленгипрогора. Но сейчас речь идет и о сохранении старинных домов, и о том, что российские города имеют такой большой ресурс, как лес, и развивающиеся интенсивными темпами, как нам кажется. Сегодня выясним. Производство в деревянном домостроении мог бы и современные конструкции, по примеру европейских и американских городов, деревянные конструкции использовать в городе. У нас готово включение Лизы Левухина. Давайте послушаем, что он сказал. Киров окружен прекрасным лесом, насколько я знаю. Есть очень много производства именно клееной древесины. Сейчас это очень модная экологическая тема, и именно вот эта надстройка, уплотнение города своих участков собственниками, надстройка 2, 3, 4 этажа, возможно, и с применением конструкции из клееной древесины. Это, во-первых, допустит определенные процессы, создает рабочие места в Кирове. Это будет очень красиво с точки зрения, экологично, современно, с точки зрения архитектуры. И это может быть такой фишкой, как бы Кирова. Мы такого опыта ни в каких городах России пока не видели, а на Западе это мощнейший тренд. Тренд даже не последних лет, а 10 лет. На самом деле, да, потому что вот сейчас в Стокгольме я видел такой проект. До 30 этажей, кстати, делают из клееной древесины. Но нам это, предположим, сейчас не нужно, нам бы освоить 5-7. А в Канаде очень много используется таких конструкций. То есть там, где есть дерево, где есть лес, развивается это производство. И, соответственно, не просто дерево отправляется на переработку куда-то, или просто даже делаются конструкции для Москвы или еще куда-то на Запад. А применяется там же, где этот лес растет, где производство сделано. И это дешевле в итоге выходит, и технологичнее, экологичнее. И привлекает просто внимание. Я таким бы проектам отдавал приоритет. Да, ну вот такое мнение прозвучало в нашем эфире. И, собственно говоря, эти фишки региона обсуждались, в том числе, на урбанистическом форуме. Я должна признаться, что я поговорила с нашими застройщиками и строительными нашими компаниями ведущими. Они сказали, что они не готовы рассматривать центр как площадку для деревянного домостроения. Никогда попросту этим не занимались. Применяют деревянные конструкции в поселках, в индивидуальном жилом строительстве. Но уже говорили о том, что это дома двух- и четырехэтажные. Собственно говоря, Залевухин тоже говорит о домах не выше пятиэтажей. Но тут же приведу цитату из главы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Который заявил, что в ближайшее время в России деревянное строительство станет многоэтажным и массовым. И вот мы хотим понять, есть ли у нас для этого предпосылки. И вообще, как мы к этому относимся. Предоставим слово Николаю Юфереву, генеральному директору компании «Хольцхаус». Мы с вами встречались с Николаем уже больше двух лет назад. В то время рынок деревянного домостроения в Российской Федерации в зачаточном, можно было сказать, был состоянии. Более 5%, насколько я помню, деревянного домостроения у нас было среди всего жилищного строительства. Вот сейчас власти обещают к 2025 году увеличить применение продукции деревянного домостроения до 20%. Какие ко всему этому есть предпосылки? Начнем, может быть, с мнения горожанина. Как вы думаете, город Киров украсил бы центр города, например, даст плотный центр деревянного строения? И возможно ли в Российской Федерации сейчас такие проекты разрабатывать? Микрофон поближе, пожалуйста, Николай. Да, но вот в первую очередь то, что сказал... Ой, поближе микрофон, не слышно вас. В первую очередь то, что сказал... Залевухин. Спикер, да, Залевухин. Мы такие вещи делали в Москве, то есть это реконструкция Монсад с использованием... Плохо что-то слышно, микрофон у нас плохо работает. Ну-ка, еще раз поближе к себе, Николай. Сейчас слышно меня? Нет. Давайте заменим. Вот то, что сказал предыдущий спикер. Слышно меня, да? Ну, сейчас звукорежиссер подшаманит, выведет звук получше. Так? Вы делали такие конструкции... Да, такие вещи мы делали в Москве. Это реконструкция Монсад с использованием клееной конструкционной балки на наращивание дополнительного этажа. То есть такие вещи мы практиковали. Это очень здорово получается. Очень необычный дизайн, очень интересный, креативный. И такие вещи, они, в общем-то, действительно существуют. И я думаю, что ничего страшного, в Кирове это тоже бы очень прижилось. Дизайн такой очень классный получается. Это видовые балки деревянные. Это такие вот европейские мансарды, как мы привыкли видеть на фотографиях. Где-то вот кто жил, может быть, на мансардах в Европе. Кто-то понимает, о чем я говорю. А это был центр Москвы? Это здания были новые современные или реконструкция мансарда зданий прошлых лет? Это реконструкция зданий прошлых лет. Да, это не современные здания. Это именно реконструкция кровель старых зданий. То есть, когда просто старую кровлю, которая из досок, из обычных, была выполнена, ее меняли на современные конструкции из клееного бруса. Понятно, что у клееного бруса несущая способность совершенно другая, чем у обычного дерева. И это позволяет достаточно интересные вещи в плане архитектуры делать. То есть, позволяет действительно вместо обычной крыши сделать полноценный мансардный этаж. И это очень красиво получается, очень интересно. Такие вещи мы делали. То есть, в принципе, и в Российской Федерации, и в городе Кирове можно применять такие технологии, и центр города не исключение? Да, но на вашем здании спокойно это можно сделать. Ну, или на здании Мегафона тоже спокойно. Вообще, в моем представлении, то, что сейчас называется реновация, это не совсем реновация, да, это снос старого жилья и выстраивание многоэтажек. Вот если подходить к этому термину действительно прагматически, то реновация – это как раз вот эти мансардные этажи. И за счет, наверное, дополнительных средств, которые в результате продаж, могут появиться обновления самого инфраструктуры этого жилого дома, и обновления этого дома, соответственно, да, то есть и внешнего облика, там, лифты. То есть, это то, что делали там в ГДР, когда произошло объединение Германии. То есть, там не стали сносить эти хрущевки, пятиэтажки, их просто увеличивали площади квартир, делали нормальные утепления, делали нормальные коммуникации, новую разводку. И, соответственно, это уже совершенно другие дома, с совершенно другим качеством жизни. Вот это реновация. И мансардные этажи здесь могли бы просто быть, ну, таким, может быть, финансовым инструментом для проведения этой реновации. Кроме того, что это еще очень эстетично и интересно, и современно, и экологично. Вполне возможно. Ну, есть ли у нас в Кирове предпосылки, кроме того, что существуют предприятия, выпускающие очень качественный деревянный материал? Давайте сейчас об этом поговорим с Николаем Юферевым, генеральным директором Хольцхаус, через полминуты буквально. Так, теперь уже про предприятие, про само. Так, продолжаем разговор. Значит, мы говорим о деревянном домостроении. Ну, собственно говоря, буквально недавно, в этом году, звучали заявления профильного заместителя председателя правительства Максима Кочеткова, который занимался этой утурсией до последнего времени, о том, что Кировская область берет, собственно, курс на создание кластера промышленного по деревянному домостроению. Хольцхаус является драйвером этой идеи и хедлайнером, собственно говоря, компании, которая у нас производит, в том числе, клеенный брус. Расскажите, как выстраивалась эта стратегия, и есть ли какие-то первые результаты, возможно, даже маленькие шаги, принесшие эффект? Ну, действительно, заместителем председателя правительства Кировской области Кочетковым Максимом Николаевичем и министром, бывшим министром лесного хозяйства Кировской области с Алином Сергеем Васильевичем, то есть совместно с нами была подготовлена концепция развития деревянного домостроения, она была принята. Можно сказать, что очень интересно происходила сама разработка концепции, то есть она разработалась в тесном контакте с бизнесом, кто работает в области деревянного домостроения, очень много там важных вещей включено. И в соответствии с данной концепцией было несколько направлений развития отрасли выделено. То есть в первую очередь это создание кластера деревянного домостроения, то есть это группа компаний, которая могла бы объединять свои усилия по реализации каких-то масштабных проектов в области деревянного домостроения. Второе направление это развитие технологий проектирования, развитие технологий деревянного домостроения здесь в Кировской области и реализация первых пилотных проектов строительства социальных объектов из дерева. Те самые ФАПы, один из которых мы видели на театральной площади во время лесного форума. ФАП и пункт участковой полиции. Да, это как раз вот эти объекты есть, которые, кстати, разработаны нашим Кировским Вятским государственным университетом, студентами данного вуза. Были ли заказаны эти объекты? Вот сразу мне интересно. Или появятся в ближайшей перспективе где-то в одном из районов в области? Ну, скажем, тот ФАП, который у нас выставлялся на театральной площади, на сегодняшний момент заканчивается его строительство в селе Папуло Лузского района. И я надеюсь, что в декабре он примет первых уже пациентов, первых посетителей. Достаточно креативная такая идея получается. Я думаю, что мы обязательно это покажем, как это будет происходить. Но это ФАП, который... Это такой образец испытательный, можно сказать, да? Это такой образец, да. Безусловно, он получился очень удачный в плане дизайна, в плане планировочных решений, в плане функционала его. Он получился достаточно доступный по своей себестоимости. И, безусловно, мы видим интерес со стороны Министерства здравоохранения Кировской области к строительству таких ФАПов по всей области. И у нас проводились совещания, где, в общем-то, Министерство здравоохранения выражало готовность, в общем-то, начинать массово их строить. По крайней мере, вот в следующем году они хотели еще три таких построить. Но мы сами пока просто осторожно к этому относимся. То есть у нас сейчас еще идет подготовка нормальной документации по поводу этого ФАПа. То, что он должен пройти все необходимые государственные экспертизы. И плюсом мы хотим посмотреть, в общем-то, как он поведет себя. То есть Лузский район — это экстремальное условие эксплуатации. Традиционное условие эксплуатации деревянного домостроения, я бы сказал. Да, то есть это район у нас с самым холодным климатом, с самой такой тяжелой инфраструктурой. И, в общем, мы хотим посмотреть, как он себя там покажет в течение года. Ну и затем уже дальше принимать решения по развитию всей этой истории. Также у нас там выставлялась, например, сфера из клеенных деревянных конструкций, которая также найдет свое воплощение в Лузе в виде катка. Мы сейчас с администрацией планируем это все обсуждать. То есть мы планируем в городе, там, к Новому году, сделать такой каток. Он частично будет открытый в рамках наших социальных обязательств. И что там будет каток с теплыми раздевалками. Вот есть такой проект, чтобы тоже на себя эта сфера нашла. Но он будет временный только на зиму? Или эта площадка может действовать и летом, как, например, футбольное поле? Вот мы хотим как начать с катка, а потом посмотреть, каким образом его можно будет трансформировать в какую-то летнюю историю. Что может там, может быть, мы там обустроим детскую площадку какую-то, еще что-то сделаем. То есть хотелось бы, чтобы это многофункциональная такая была площадка, многофункциональная история такая получилась. — А вы сказали, что это социальные обязательства. Я правильно понимаю, что связано с тем, что у вас там есть производственная площадка? В Лузе, то есть выбрано место не случайно? — Да, ну, безусловно, мы реализуем такой достаточно серьезный институционный проект в моногороде Луза. Уже заканчиваем его реализацию. В январе у нас состоится запуск второй очереди завода. То есть на сегодняшний момент в завод инвестирован уже 700 миллионов рублей, то есть 200 человек трудоустроено. Ну, в первом квартале планируется, что уже 250 человек будет. То есть первая очередь завода, там лесопильный завод по производству сухого экспортного пиломатериала уже запущен, он уже год функционирует. И сейчас вот заканчивается строительство завода по клееному брусу как раз-таки. — Ну, вот я хочу сказать, что про социальные объекты, цитирую по РИА, это свежая информация, правительство Российской Федерации стимулирует применение деревянного строительства по современным технологиям в регионах для возведения социальных объектов. Среди них детские сады, между прочим, ФАПы, фельдшерские пункты, а также жилье взамен ветхого и аварийного. То есть направление уже правительство обозначило. Есть ли для этого у нас законодательная база соответствующая? — А можно я еще вклинюсь? На самом деле это правильно с той точки зрения, что если есть какие-то мнения негативные по отношению к деревянному домостроению со стороны просто обывателей, государство может показать пример путем строительства за бюджетный счет соцобъектов и демонстрации того, что это нормально, это удобно, это тепло и комфортно, то есть и безопасно. — Давайте про законодательство мы поговорим после перерыва, потому что как раз Олег Понятков, гендиректор Ассоциации деревянного домостроения, нам пояснит в этом смысле. А с Хольцхаусом нужно разобрать еще следующую историю. Вот когда разрабатывалась стратегия по развитию деревянного домостроения в Кировской области, достаточно много появилось публикаций в СМИ об этой идее, о намерениях правительства, и не только в кировских СМИ, но и в федеральных. — Какой отклик вы получили, Николай? — Нет, очень хороший отклик. Вообще, на самом деле, тут очень много процессов совпало. С одной стороны, это принятие постановления субсидирования ставки 5% по ипотеке по льготному кредитованию, куда Хольцхаус вошел в список компаний, которым субсидию предоставляют. И так получилось, что хотя сама программа еще не очень хорошо работает, но распиарили всю эту историю очень хорошо, потому что мы попали в заголовки федеральных СМИ, РБК написала, Ведомости написала про это дело. И плюс еще в пору как раз подошелся создание кластера, который действительно очень хорошо его тоже распиарили. И мы видели, что, например, Игорь Владимирович в эфире федеральных каналов про него говорил. — Это губернатор Кировского, Василий. — Да, да. И отклик получился. На нас вышло сейчас правительство Челябинской области. В 2020 году в городе Челябинске планируется проведение саммита ШОС-БРИКС. И концепция саммита — это такая деревянная деревня. Это деревня из 60 домов, из клееного бруса. Это очень большой объем. И мы сейчас ведем переговоры, мы сейчас проектируем пока все это дело. Но вот в рамках кластера мы, в общем-то, хотим, конечно, плотно с этим объектом работать. И это уже какое-то достижение, что нас заметили. И это, на самом деле, очень масштабный проект. Наверное, первый масштабный проект в рамках развития деревянного домостроения в России. И надеемся, что, конечно, из этого получится очень хороший кейс. — А что он будет включать в себя, этот кейс? — Ну, в первую очередь, то, что уже само по себе 60 домов в Челябинске, не где-то в Подмосковье, не в Ленинградской области, в курортном районе, а именно в Челябинске, в типовом таком регионе, появится целая деревня из 60 домов с клееного бруса. К ним подведут всю инфраструктуру, к ним подведут дороги. И очень важно, что после проведения саммита задача все это продать. И здесь уже, как мы видим, впервые будет использовано, скорее всего, все вот эти нововведения касаемо льготной ипотеки, страхования деревянных домов, вообще кредитования деревянных домов. Потому что сейчас пока, к сожалению, многие банки, особенно большие банки, они к этому так немножечко относятся не очень хорошо. — И с точки зрения рисков. — С точки зрения рисков, да. Они пока этот продукт не понимают. И вот мы надеемся, что если вот это получится, что это в целом такой очень хороший кейс будет. — Это будет такой толчок очень серьезный для отрасли. — Да, это даст понять, что это нормальный продукт, что, в общем-то, его можно брать в залог, что его можно брать в ипотеку и даст возможность все вот эти льготы, в общем-то, там и опробовать на самом деле. — А какого рода дома вы проектируете для саммита? — Ну, там на сегодняшний день 8 президентских домов, дома-лидера так называемые, и где-то в районе 52 домов для обычных. Ну, то есть президентский дом, он где-то 250 квадратных метров, а обычный дом 160 квадратных метров. — Это какие дома? Мы сразу вот до сих пор, ведь у обывателя в голове такие избушки с треугольной крышей. А вы что проектируете? — Ну, это можно зайти на нашу ленту в Инстаграм, можно зайти на наш сайт, посмотреть, что мы проектируем. Это достаточно современные дома с современной архитектурой. На Ютуб-канале можно посмотреть наши дома, там очень много видео снято, и, в общем-то, понять то, что мы сейчас делаем. — За основу вы берете традиционный русский дом или все-таки используете европейские, американские мотивы? Много стекла, много металла, дерева, воздуха много. Или как это выглядит? Челябинск, в общем, не очень тёплый, конечно, регион. Но, в принципе, Канада строит такие дома. — По-разному. Мы исходим от пожеланий клиента. Да, мы можем взять альпийский стиль, стиль шале какой-то за основу. Мы можем взять стиль хай-тек за основу. Есть клиенты, которые приходят и говорят, что мне нужен вот такой вот обычный старый русский дом, вот славянский какой-то вот такой. — Челябинск чего хочет? — Ну, вот дома лидеров, они такие больше хай-тек, я бы, наверное, сказал стиле. Это там у них уже плоские кровли. То есть, вот, но у нас есть такой проект, там «Энтони», например, называется на сайте. Это вот больше похоже что-то на такое будет. Вот, дома, вот, которые поменьше, это больше шале такие будут. Вот, ну, так. — Не, на самом деле, для того, чтобы это пошло дальше в люди, наверное, должны быть какие-то типовые решения довольно бюджетные и быстро возводимые. Плюс к тому, чтобы их можно было поставить на поток именно с точки зрения того, что, ну, каждый раз не изобретать велосипеды, не прорисовывать новый проект, потому что проект дорого, да. Вот, и такие решения, наверное, тоже сегодня уже есть. Или вы готовите выйти на рынок как раз вот с бюджетными, экономичными, типовыми решениями? — Ну, сейчас пока у нас заказывают индивидуальные дома. Там 90% домов, которые у нас заказывают, они по индивидуальным проектам делаются. И пока что, в общем-то, деревянный дом — всё-таки это история для души. Человек именно морально как бы готов. Их покупают в первую очередь не из-за бюджета, не из-за доступности, а именно когда человек сам уже морально готов к дереву и, в общем-то, хочет его себе, такой дом получить. — Да, сейчас прервёмся на полторы минуты. У нас реклама, и на связи у нас, я знаю, уже ожидает Олег Понятков. Мы поговорим с ним о том, насколько готово российское законодательство к такому рывку на 20% в деревянном домостроении буквально через полторы минуты. Партнёр программы «Разворот на бизнес» — Кировский завод «Сельмаш». Итак, деревянный город — прошлое или будущее? — это тема нашего разворота на бизнес. Здесь в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько, Николай Юферев, генеральный директор компании «Хольцхаус». С нами на связи Олег Понятков, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения. Олег, добрый день. — Добрый день. — Олег, скажите, мы обсуждаем тут возможности Кировской области с точки зрения деревянного домостроения, в том числе в городской черте. И немножко коснулись темы, насколько готова у нас законодательная база под это дело. И какие-то вещи инфраструктурные, например, банковские кредиты, предложения, страховые продукты. Вот вы всё равно знаете эту сферу лучше. Возможно, где-то в регионах какие-то банки идут навстречу. Возможно, есть действительно примеры, где города уже целенаправленно эту задачу перед собой поставили и начинают развивать деревянное домостроение. Поделитесь, пожалуйста, опытом. — Ну, к сожалению, область строительства достаточно консервативное и инертное направление. Но это и оправдано. В общем-то, мы говорим о безопасности людей, об их комфорте. Поэтому интерес к деревянному домостроению очень большой. Очень многие регионы, включая Кировскую область, Новосибирск, Свердловскую область, Тверскую, Нижегородскую область. То есть большой интерес проявляет деревянное домостроение уже на уровне не только коммерческих структур, а, собственно, руководителей регионов и руководителей строительных министерств. То есть этот интерес есть. Физическое проявление пока только в пилотных проектах. Я их называю пилотные, потому что сказать, что это массовая застройка пока, в общем-то, нельзя. Например, в той же Тверской области строится, закончил строительство четырехэтажный дом и с применением деревянных конструкций по программе переселения известного аренда жилья. В десятках регионов по этой же программе построены дома до трех этажей с применением деревянных конструкций. Ну и, собственно говоря, есть решение на заседание правительства 20 июля в Карелии. Оно происходило по приоритетному применению деревянных конструкций в объектах, субсидируемых средств государственных бюджетов. То есть в этом направлении есть такая очень серьезная воля государства. Что касается кредитов, то существует 259-е постановление о субсидировании кредитования приобретения домов, построенных по технологиям индустриального деревянного домостроения, то есть быстровозводимого жилья, которое строится до трех месяцев. Государство субсидирует 5%, тем самым опуская ставку приобретения и строительства деревянного дома до 80%. Но, к сожалению, эта программа на сегодняшний момент работает в таком экспериментальном режиме. Наверное, Николай сможет более подробно как практик сказать. И пока, по сути, только два банка участвуют в этой программе. Это Почта-банк и Кредит Европа-банк. Но в ближайшее время, опять-таки, решение правительства, 20 июля, будет несено изменение в это постановление. И я думаю, что, в общем-то, большее количество банков примет участие. И программа станет более интересной для, собственно, пользователей. Олег, я правильно понимаю, что главная претензия пока и почему банки не идут? Это потому, что всего на год принято решение. А год все-таки слишком маленький срок для реализации таких проектов. Ну, то есть, субсидирование всего на год? Да. Абсолютно верно. Вы правильно заметили. Ну, представьте, если автомобиль кредитовался бы на несколько месяцев, сколько было бы кредитов, сколько людей могли бы позволить себе этот автомобиль. Дом – это даже несколько все-таки большие инвестиции, если мы говорим о доме для круглогодичного проживания. И, конечно, это такое серьезное капитальное вложение, которое, в общем-то, для людей, чтобы сделать его доступным, действительно, срок кредитования должен быть 3, 5, а то и 7 лет даже. Да, Олег, еще такая история. Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, заявил, что они рассчитывают к 2025 году увеличить применение продукции деревянного домостроения. Я цитирую, в общем объеме жилищного строительства с нынешних 10 до 20%. Как вы думаете, это реальная цифра? И что нужно для этого сделать? Да, я думаю, абсолютно реальная, потому что, во-первых, существующее производство имеет достаточно большой потенциал и загрузка, за редким исключением, вот как Хольцхаус, в основном у всех от 30 до 40%. Соответственно, то есть мы достаточно быстро можем нарастить при увеличении спроса объем производимых домов. Плюс сейчас, в общем-то, многие инвесторы обратили внимание на производство в связи с информационным фоном, созданным, в общем-то, интересом за счет государственного интереса. И технологически это возможно. Вопрос мер поддержки, но опять-таки, вот система субсидивных кредитования, на наш взгляд, при ее полномасштабном развертывании и увеличении срока кредитов хотя бы до трех лет, она значительно увеличит интерес. Например, наш опрос частных покупателей на выставках показал, что людей, которые готовы взять кредит под 15% и людей, которые готовы взять под 10% увеличиваются вдвое, то есть при снижении ставки. В том числе, если, соответственно, начнут работать меры по приоритетному применению деревянных конструкций в государственных программах, это тоже значительный рынок. Например, мы видим большие перспективы увеличения применения деревянных конструкций в таких направлениях, как, опять-таки, переселение из ветхого арейного жилья, реконструкция зданий. Второе направление – это развитие сельского хозяйства, программа развития Дальнего Востока. И программа по развитию туризма и спорта. То есть по этим направлениям технико-экономические применения деревянных конструкций обоснованы и гораздо выгоднее, чем, скажем так, другие технологии. Подскажите еще, вот, даже если сейчас заработают эти инструменты и ставка снизится до, предположим, до 10% за счет субсидирования, соответственно, там вдвое интерес вырастет людей. У меня почему-то мнение, что это не снимет все проблемы с этим, связанно потому, что очень велики еще предрассудки в отношении деревянного домостроения. Как-то за последние годы все-таки люди переориентировались на больше каменное домостроение. С точки зрения пиара, промоушена, что могло бы сделать именно государство или ассоциация ваша, да, для того, чтобы показать, что, ребят, вот это работает, вот это в тренде. Дом безопасный, пожаробезопасный, экологичный. Проблем нет, никаких там дыр, щелей, то есть он теплый, уютный и, пожалуйста, живите. Ну, в этом направлении, во-первых, действительно есть достаточно большая компания, разведенная Минтромторгом, она уже работает. Это публикация в печатной прессе, в интернет по развитию лесопромышленного комплекса в целом. А так как тема деревянного домостроения, наверное, ближе всего народа, она, собственно, больше всего муссируется. И как раз вот примеры технологий, они все больше и больше заполняют информационное поле. Но, со своей стороны, конечно же, появление таких знаковых объектов, то есть застройка кварталов, появление деревянного аэропорта, например, один из проектов, который сейчас обсуждается. Где? Кредит доверить. Тобольск. Не могу пока сказать. В Тобольске? В Тобольске. У нас тоже такие были мысли предложить нашему правительству, раз уж мы развиваем деревянное домостроение, наш многострадальный аэропорт сделать деревянным, в конце концов. Так. Ну, это, кстати, опять-таки технико-экономические с точки зрения безопасности оправданы. Многие аэропорты мира и в Финляндии, и в Мадриде, и много современных аэропортов сделано с применением деревянных конструкций. Обосновано абсолютно. И я вижу перспективы и в России тоже для этого. То есть такие знаковые объекты или строительство кварталов полностью с применением деревянных конструкций, современной архитектуры, современными технологиями и освещение этих проектов, конечно же, даст такой эффект с точки зрения пиара. Ну, например, в России, наверное, самым большим пролетом на сегодняшний момент реализован стадион Енисеев в Красноярске, 100 метров. А проектируется пролет 100 метров, то есть, ну, это уникальное здание в Европе, это 55 метров сейчас максимальный пролет. Да, Олег, у нас полторы минуты. Полторы минуты до завершения программы. Я хочу вам задать следующий вопрос. Киров до сих пор и в сознании горожан, и в сознании очень многих приезжих, это такой отсталый депрессивный регион. Депрессивный регион, который никак не может найти свое лицо, хотя мы видим, что действительно деревянное домостроение у нас активно развивается. И вот у нас был руманистический форум неделю назад. Приехавшие конструкторы и архитекторы говорят, что мы молодцы, сохранили исторический центр, и в то же время у нас есть достаточно пространства в центре города, в большом центре, да, не только в историческом поселении, для строительства новых зданий или надстройки вот как раз уже существующих. Как вы думаете, в таком городе, где, в принципе, достаточно большие проблемы с привлечением капиталов в население, если правительство возьмет направление на преобразование городского пространства с помощью специальных деревянных конструкций современных, это может как-то изменить и социальную жизнь города, и экономику? Или искусственно сделать ничего невозможно, даже вот такими замечательными проектами? Ну, если еще раз, архитектура этих проектов будет качественной, технологии будут все выполнены, то, конечно же, психологически и социально доверие и интерес к таким решениям правительства будет высокий. Почему? Потому что скорость строительства, ну, люди ее не ожидают, а качество этого строительства и образ формируемый, он, в принципе, ну, настолько современен, что действительно может изменить парадигму города. Спасибо, Олег Понятков, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения, был с нами на связи. Мы завершаем разворот на бизнес. Единственное, что я хотела уточнить у нашего гостя Николая Юфери, генерального директора Хольцхаус. Вот тут Олег сказал, что загрузка в основном у предприятий, произведящее материал для деревянного домостроения, 30-40%. У Хольцхауса отличная история. У вас какова загрузка? Нет, у нас загружены мощности полностью, и вот завод в Лузе изначально это как экспортно ориентированная история, то есть по клееной балке мы вообще планировали его, что он будет экспортно ориентированный. И я, в общем-то, держу надежду, что все-таки ничем мы оттуда на экспорт отправлять не будем, что удастся продажи таким образом построить, чтобы, в общем-то, именно внутри страны все это дело продавать. Желательно внутри региона. Желательно в Кировской области. Спасибо. Разворот на бизнес завершен. Олег Прохоренко, Светлана Занько, Николай Юферев. Светлана Занько, Николай Юферев.